Добрый день, НРБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргарита Гафарова. Внешнеторговый оборот Башкортостана и Узбекистана за январь-сентябрь увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Объем экспорта вырос на 22% и в настоящее время в структуре взаимного товара оборота занимает 90%, сообщили в Министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики. Башкортостан поставляет в Узбекистан минеральную продукцию, древесину, целлюлозно-бумажные изделия, металлы, машиностроительную продукцию, текстиль, обувь, продукты, сырье и прочие товары. В обратном направлении везут и металлы, и изделия из них, машиностроительную продукцию, текстиль и минеральные продукты. Взаимодействие планируется расширять. Для этого состоится бизнес-миссия в Узбекистан с 20 по 21 декабря. Участники смогут провести B2B-встречи с узбекскими контрагентами и посетить профильное предприятие. К слову, в 2021 году на Узбекистан пришлось 2,5% внешней торговли Башкортостана или 113 миллионов долларов. Деловые связи между Уфой и Ташкентом активизировались после визита официальной делегации региона во главе с Радим Хабировым в мае прошлого года. Проблема обманутых дольщиков в Башкортостане будет окончательно решена до конца текущего года. Об этом заявил первый заместитель министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов на пресс-конференции, посвященной вопросу долгостроев. По его словам, на сегодняшний день в регионе насчитывается 22 проблемных объекта и порядка 1200 граждан, чьи жилищные права еще необходимо восстановить. С участием фонда развития территории планируется достроить один дом в Уфе. Еще по 11 долгостроям ожидаются изменения решения на выплаты. По трем примет решение наблюдательный совет. Силами республики и самих застройщиков восстановят права порядка 300 дольщиков по шести проблемным объектам. Некоторые технические вопросы, как процедура приемки квартир, благоустройства, территории и другие, могут перетечь в 2024 год. Но дома введут в эксплуатацию, начнут работу по выплатам до конца декабря этого года. В частности, в ближайшее время сдадут скандально известный в Уфе так называемый дом смерти. Долгостроенный на улице Пархоменко, завершение его в заведении ждали более 15 лет. Три года мы с этим домом прожили в судах во всех возможных. Это арбитражный суд, это апелляция, это касация. Застройщик просто противодействовал государству, чтобы государство могло достроить на него. Поэтому мы не смогли ввести процедуру банкротства, соответственно, фонд развития территории. Не смог применить свой механизм подострой по выплату, поэтому пошли по региональному решению, по масштабному ценному проекту. Разделили объект на две части, то есть отдельно не жилую часть, спортивный центр, отдельно жилую. То есть работаем в части именно жилого дома, потому что в рамках нашего республиканского закона завершать строительство нежилых объектов, а именно спортивным центром, мы не имеем права, и по закону, и по совести мы этого не должны делать. Работа с обманутыми дольщиками в Башкортостане началась в 2018 году. Тогда их насчитывалось более 10 тысяч. С 2019 года сдали 68 проблемных объектов. Почти 3,5 тысячи человек, которые приобрели квартиры в 38 домах на этапе котлована, получили компенсации на 9 миллиардов рублей. За 5 лет в правах восстановили 9 тысяч граждан. Предприятие республики наращивает долю импортозамещения на своих производствах. В следующем году ряд направлений может на 100% освободиться от зависимости в иностранных комплектующих, сообщил вице-премьер Александр Шельдяев. Высокого показателя по импортозамещению уже достигло УМПО при выпуске авиационных двигателей. Кумап для производства вертолетов К-32 также практически полностью перешло на российские и белорусские комплектующие. Существенно нарастил долю импортозамещения НЕФАС. Если мы начинали, процент автобусов был довольно-таки незначительный, то сегодня он существенно прирос. То есть и наши эти автобусы и электробусы, можно сказать, что они уже не полностью, но практически уже приближаемся к 100% импортозамещения. Поэтому сегодня делаем беспилотники интегральной архивной системы. Пока остались только двигателей, которые мы закупаем. Мы прорабатываем с нашим предприятием, чтобы и платы паять. Но я думаю, что следующий год он будет прям такой подходить по каждому направлению. Хватит 100% импортозамещения точно. Глава Минпрома также отметил, что по итогам 9 месяцев года индекс промпроизводства в Шкатистане вырос почти на 6%. Кроме того, на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился оборот предприятий. На сегодня основной задачей для себя ведомство видит решение кадрового вопроса. И эта работа ведется совместно с Минтрудом и Минобразованием. Компаниям в сфере народных художественных промыслов будут выделять субсидии на реализацию дохода генерирующих проектов. Размер господдержки составит до 5 миллионов рублей, но не более 90% от стоимости проекта. Минимум 10% средств компания должна вложить сама. Порядок предоставления субсидий утвердили в правительстве. На господдержку могут претендовать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Доходы генерирующие проекты должны быть направлены на покупку, хранение, заготовку или переработку сырья и материалов, оборудование, транспортировку и реализацию изделий народных художественных промыслов, создание информационного ресурса для продвижения или продажи. Напомню, что в конце октября правительство утвердило еще одно постановление о предоставлении субсидий предприятиям народных художественных промыслов. Компании и индивидуальные предприниматели могут получить до 2 млн. рублей на возмещение затрат на покупку сырья, материалов и оборудования. Производители могут компенсировать не более 30% расходов на приобретение материалов и не более 70% на оборудование. Депутаты Госдумы рассмотрят в третьем чтении проект федерального бюджета до 2026 года. Внесенные ранее в документ правки позволяют дополнительно поддержать регионы, в том числе предусмотрены средства на возрождение пассажирских речных перевозок, отметил председатель парламента Вячеслав Володин. По его словам, депутаты предложили направлять не менее 1 млрд. рублей на льготный лизинг малых речных судов для внутрирегиональных пассажирских перевозок. Кроме того, предусмотрено продление льгот для судостроителей и введение преференций по НДС. В республике также предпринимаются меры по возрождению водного туризма. С прошлого года в республику стали заходить многопалубные теплоходы с туристами. И рост интереса к этому виду путешествий с начала пандемии отмечают и игроки рынка. Появились ограничения на выезд людей за границу. Они начали искать альтернативу в России и стали для себя с удивлением открывать, что, оказывается, у нас очень много достойных интересных мест. И в России есть не менее достойные виды. Как отмечают в региональном Минтрансе, развитие речной навигации в Башкортостане сдерживают три основных фактора. Маловодие рек, отсутствие собственного флота и неразвитая причальная инфраструктура. Для решения проблем проводится одно углубительное работа, рассматривается возможность закупки судов, а также ранее анонсировалось строительство семи причалов. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Юань, доллар и евро третий день сдают позиции. Китайская валюта подешевела на 8 копеек до 12 рублей 24 копеек. Американская на 50 копеек до 88,94. Европеец снизился на 54 копейки. Курс 96 рублей 59 копеек. Ну и лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка юаня в цифробанке за 12 рублей 52 копейки. Продажа в Солидбанке за 12,5. Наиболее выгодное предложение по покупке доллара в Промтрансбанке за 89 рублей 10 копеек. По продаже в Быстробанке за 90,69. По покупке и продаже евро в Финаме за 96,71 и 98 рублей 20 копеек. У меня на этом все. Оставайтесь на РПК.